Перед Евро-2012, когда начали убивать собак, зачищать город для того, чтобы навести порядок, скажем, в городе. И одно из таких страшных потрясений, когда я увидела просто мертвых собак на улице, во дворе, на детской площадке. В общем-то, как-то тяжело было поверить, что люди способны вот так вот просто живое существо убивать и совершенно как бы дальше идти там гулять или, не знаю, заниматься своими делами и смотреть на это, проходить мимо. Потом я ездила на работу, ходила каждый день на остановке, там лежала мертвая собака, она тут есть у меня. И это, наверное, была первая фотография в этом проекте, хотя тогда еще я не думала, что это будет проектом. Ну, это такой интересный процесс внедрения в собачью среду, поскольку я тогда много ездила на велосипеде, и, в общем-то, у меня были друзья, коллеги, фотографы, кто... В общем-то, такие велопоездки. В общем, я ездила на велосипедах в разные районы Киева, за Киев, и старалась найти какие-то стаи собак или собак, в общем-то, возила с собой еду, колбасу. Останавливались, начинала их кормить. И, конечно, для того, чтобы, поскольку идея была подходить очень близко к собаке, то есть смотреть в глаза. То есть я использовала широкий угол, то есть это не телевик, когда дистанция чувствуется, потом даже фотография. Надо было подойти максимально близко, и поэтому приходилось вставать на четвереньки для того, чтобы установить этот контакт, то есть уровень взгляда моего со взглядом собаки, чтобы он совпадал. Тогда собака перестаёт бояться, она как бы не смотрит снизу вверх на человека. Ну и, конечно, когда кормишь, то контакт налаживается быстрее. Некоторые, конечно, псы шли на контакт быстро, то есть они уже знали человека, человек их не обижал, и это чувствовалось. А с некоторыми собаками было сложнее, поскольку травматичный опыт, например, вот на Харьковском, там под мостом жило несколько собак, и я всё время приезжала, несколько раз хотела их снять. Они такие интересные, были большие, красивые, такие рыжие одна. Я всё хотела её снять, показать, и у меня была территория, но она не давалась, только издалека подходила, съедала еду уже, если ей оставить. И потом я встретила женщину, которая помогала, ну, кормила этих собак, приходила, и она рассказала, что в этих собак стреляли, то есть кто-то поразвлекаться решил. Здесь только дикие псы, уличные псы, нету домашних животных, то есть, конечно, домашние, которых выгнали, там, и они очутились на улице. Интересно было, почему есть вот такая преданность, такая собачья преданность, откуда она? Потому что, ну, человек обижает собаку, там, выгоняет её, а пёс опять возвращается и идёт за своим хозяином. Почему? Напечатанные фотографии лежали у меня в ящике, и потом в какой-то момент пришла эта идея в голову отдать Александру фотографии. Я говорю, ну, попробуй нарисуй что-нибудь, может, сверху, там, ну, сделай, что хочешь. То есть, Александр выбрал те снимки, которые ему, как бы, интересны были, и сделал пару разрисовок таких. И это стало, ну, таким интересным опытом, экспериментом. И вот, поскольку Тиберий, Сильваша и Маков, это и Ляпин, все работают в разной технике абсолютно, то есть, это разные, как бы, пластические формы они используют, и у них у всех нету, ну, это для меня как-то было опорной такой точкой, нету, как бы, человека, не изображают человека. То есть, мне вот, поскольку мой проект, он был, как бы, такой, о животном мире, ну, не о человеке, то хотелось и художников привлечь, тех, кто работает, как бы, не изображая, там, человека в своем, там, образе. Стиль Макова, который работает, там, у него парки, какие-то пространства большие, городские, очень интересные. И он, в какой-то степени, наверное, у него фотографическое мышление, потому что он создает некую такую среду, которую создает фотограф тоже. И вот, интересно было, как он отнесется к документальной фотографии Анны Войтенко, довольно очень интересной фотографии, то есть, законченного произведения. Если вот я смотрю на фотограф, например, или как там, арт-кратик на эту фотографию, мне там дополнить нечего, потому что Аня уже все сказала. И Макова, беря эту фотографию, он тоже понимает, что, а что же он туда внесет еще нового. И он начинает расширять рамки фотографии за счет именно изобразительного искусства, именно графики. И он дал ей такой космос, он вывел фотографию из фотографического. То есть, она осталась фотографией в своих рамках, и в то же время он ее, как бы, увел в нечто более широкое, бесконечное, куда ведет, в общем-то, искусство, как таковое. То есть, образ получился шире, чем могла бы дать фотографии. Вот, она осталась и фотографией, и в то же время мы получили еще и такую бесконечность в этом. Ну, это интересный получился такой опыт, когда график вымеряется фотографиями, которые тоже графия. И фотография достаточно ограниченное художественное такое поле. Это документ. То есть, что-то зафиксировано, интерпретировано там матрицей, пленкой, черно-белое. То есть, это правда, неправда, и непонятно, но это факт, как бы, его можно использовать, даже в суде, как документ. Ну, просто вот о чем этот проект, вот это еще, как бы, исследование, скорее, это как показать качество человека, исследование качества человека, скажем так, потому что его отношение с животными, оно, вот, и отражает, как бы, самого человека, то есть, и, ну, смотря в глаза собаки, мы видим себя. Вот, как бы, такой девиз этой выставки, основная идея. Разные жанры, в частности, вот портреты. Собаку снять очень сложно. Много фотографов есть, которые работали с собаками, работают, но с уличными практически никто. Я знаю Кудылка Йозефа, фотографов, он очень много снимал собак, и именно уличных, но никогда портретов не было. Вообще, очень мало знаю портретов. Был один японский фотограф, вот, снял портрет собаки уличной, и этот портрет его прославил. Ну, это такой единственный случай. И, ну, фотографии, они прекрасны. Портреты неповторимые, нету таких больше у нас в Украине. Никто не делал никогда, и, наверное, делать не будет, потому что это совершенно невероятное искусство войти в доверие к уличной стае собак и заставить каждую из этих собак попозировать. Такого нет, и я не думаю, что будет. И это совершенно уникальный опыт. С Чекменевым бы я тебя сравнивал, потому что вы почти одно и то же снимаете. И на одном уровне, как бы, Чекменев снимает уличных людей, людей выброшенных, оставленных, которыми никто не интересуется. И он тоже внедряется, как бы, в этот мир, он становится своим для этих людей. Он невероятен просто в этих своих съемках. И вот в какой-то степени Аня повторила этот же метод, который использовал Чекменев в 90-е годы, особенно в начале 2000-х. Она внедрила его в методику съемки собак. Все-таки общество интересуется судьбой людей, а собаки – это как бы что-то такое, что с человеком постоянно. Можно не обращать внимания, можно убивать, можно есть. Собака просто, она рядом всегда. И какое-то отношение такое, ну, не совсем. Вот тут и появляется эта нечеловечность. Ну, вот эта выставка пройдет и все. И вокруг все останется, как и было. Ничего не изменится, наверное. Мы будем наблюдать. Вот, Сильваши. Это Анины фотографии, а вот тут внедрение Сильваши. Вот. Кто же сделал? Что? Ну, слушай, наверное, она. Ты же совсем? Она отвалилась, а кто-то ее повесил в эфмонарии, это кто-то спасает. Я не знаю. Фотографии живут своей жизнью. Сильваши очень интересно подошел к этой теме внедрения в собачий мир, который создал или зафиксировала Аня Ваэтенко. Они же черно-белые совершенно. И он вот эти абстрактные пятна ввел сюда. Такие очень интересные, цветные, как солнце. Собачьи. Они по-особому воспринимают цвет, не так, как люди. И жизнь у них черно-белая, тяжелая. Они обычно, уличные собаки, не живут долго. И вот Сильваши, как бы, вот этим цветовым внедрением сюда, коллажем таким, он, как бы, свою фотографию сюда вставляет. Позволяет, открывает для них выход. Он может уйти отсюда. Он создает им новое пространство, где они себя могут чувствовать, в общем-то, спокойно, свободно, без страха, без ужаса. И так, чтобы они могли уйти, появляется вот эта дверь. То есть он работает в очень разных техниках. Здесь его живопись, а тут калаш, вырезанный из, двери вырезанные из рекламного проспекта. Но их можно открыть, это хорошие двери, красивые, и собака уходит. То есть он в какой-то степени даже выводит собаку в рамках человека. Она может открыть дверь, она может уйти, она может прыгнуть в это пространство, понять его, увидеть. Это такая очень интересная живопись, на самом деле. И так он как-то сюда ее внедрил, она как фотография, вот наравне смотрится. Вот здесь мама, щенок, и тут же для них он создает свой прекрасный, такой запутанный, сложный, непонятный, ну, вероятно для собаки, понятный мир, куда она может спрятаться вместе со своими этими детьми, за которыми сейчас толпами охотятся док-хантеры. Вот эта игра-то в спасении. Он предлагает такой свой выход из этой ситуации, из этого мира. Собственно говоря, даже как человек, вот смотришь на это и хочется туда тоже спрятаться от этого коронавируса и всего, что происходит здесь вместе с теми собаками. Ну, здесь, это алтарь такой смерти. Мы знаем этих док-хантеров, которых сейчас пытаются судить, ловят на этих убийствах. У нас есть закон, который защищает животных и наказывает тех, кто жестоко обращается. Но, тем не менее, это очень трудноприменимые меры, и их отпускают чаще всего. Вот, и вот такой вот страшный алтарь, алтарь смерти. И вот, они как бы противопоставляют. С этой стороны, Сильваши пытаются создать рай для собак. С этой стороны, мои фотографии, это какой-то такой параллельный мир ужаса. Химерный такой, который возникает при взаимоотношении человека и собаки, нехорошего человека и собаки чаще всего. Я здесь этих людей, этих док-хантеров, возможно, превращаю в каких-то монстров, которые ходят по улицам, охотятся не только на собак, а на человечность и убивают. И вот здесь вот, как бы, в этом мемориале специально здесь использованы рамки, такие вот кабинетные, портретные рамки, на которых, собственно говоря, и в которые и ставлен портрет смерти. Не смерти не только собачьей, а смерти человека. Потому что в данном случае эти собаки все убиты, а убивая, человек убивает, как бы, себя. И вот такое интересное решение. Ну, когда мне Аня дала фотографии, я выбрал там 7 штук. Вот. И думал, как их обыграть. Тем более, что я уже знал судьбу этих собак. Вот. И практически их уже, наверное, к тому времени и не было в живых. И в какой-то степени я использовал там свой опыт сельский, что ли. Знаете, украинское эхимерное осознание. У нас там рядом в селе болото, и с этим болотом связаны всякие истории, химеры и прочее, 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 которые я часто рисовал в детстве. И, в общем-то, они где-то в сознании остались. Такие злые, в которые эти химеры превращались в нехорошие люди, как мне говорили. И вот я во многом попытался их изобразить. А с другой стороны, здесь достаточно сложные образы, потому что, возможно, в некоторых из этих химер превращались собаки. Потом они опять становились собаками, потом опять химерами, потом становились людьми. И такой какой-то странный круговорот собак людей в природе. Получилась вот такая странная, труднообъяснимая линия изображения. Это вообще фотографии, документальные фотографии, как факты. И что дает художник, внося туда свой переработанный образ, эту интерпретацию, то есть это создавая какую-то дистанцию между этим фактом и зрителем какую-то еще большую, что ли. Мне действительно был интересен вот этот эксперимент, что он мне даст. И увидеть это на своих собственных фотографиях, да, надо. Я думаю, что, конечно, для каждого художника это был тоже и эксперимент, и сложный. Все говорили, что это было нелегко. Было неожиданно. Каждый раз так. Ничего себе, как оно меняет. Вообще все. Ну, больше. Ну да. Это опыт совсем странный, я бы сказал. Ну, я же-то раньше был фотографом таким активным, и это была одна моя сущность. А потом вдруг неожиданно для себя занялся живописью. Это какая-то другая была ипостась. И я начал убивать фотографию своими рисунками. Это как бы две личности во мне. Одна личность начала работать над уничтожением творчества другой личности. Или продление, или превращение его во что-то другое. Такой опыт работы с другим художником у меня был в себе самому. Я сам с собой работал, как два разных художника, два разных человека. И когда Аня отдала мне свою работу, мне уже было как бы даже приятно убить ее фотографию, превратить в какое-то новое произведение искусства, совершенно не похожее ни на то, что она делает, ни на то, что я делаю. Потому что одно дело разрисовать свои фотографии, дать им какую-то новую жизнь, а другое, когда тебе приносит известный фотограф свои прекрасные работы, и ты по ним должен пройтись, а я наивный художник, своим искусством. Вот, и я это делал с удовольствием даже, мне нравилось. Чувствовал себя подпольщиком, каким-то андеграундным человеком. Я абсолютно освобождал подсознание для того, чтобы вылить туда. То, что меня мучило, и свое отношение к собакам, оно очень художественное. У меня сейчас 11 собак в квартире живет, и все это тут получилось в таком виде, интересным.